Всем доброе утро! Субботнее. У нас на улице красота. Небольшой, конечно, ветерочек, солнышко. Это вообще непривычно видеть солнышко. Как-то уже даже и отвыкли от этого солнышка. Такое, как не крещенские морозы, а вообще весна. На крещение, получается, 19-го числа было тепло, плюс 7. Вообще красота. И как-то почувствовалась весна. Я не знаю, нельзя так, конечно, в середине января думать о том, что будет весна. Но очень хочется. Ну, наверное, потому что это всё чувствуется, потому что прибавился день, потому что солнце светит. Это вообще класс! Так, мы собираемся на рынок. О, Коля машину заводит. Нам захотелось жареной рыбы свежей. Сейчас поедем на рынок и посмотрим вообще почём, какие цены. Или карпа хочется, или толстолупа. Купили рыбу. Вы уж извините, что я показываю на камеру разделку. Просто я хотела показать размер рыбы. Она приблизительно килограмма 3. Это рыба толстолуп. Но размер оказался не так уж и велик, потому что в ней большая голова. Разделкой рыбы у нас всегда занимается папа, потому что он рыбак. У него это хорошо получается. Рыбу почистили. Это уже сейчас пожарим, а это отложили и заморозим. И тут ещё на уху тоже головешка. На уху. Сегодня у нас рыбный день. Купили вот такого пеленгасика. Вот это, конечно, покупали. И, честно говоря, мне жалко было, что, я говорю, глянь, какими рыбёшками выловили, сказали, с Одессы привезли, какими рыбёшками выловили вообще пеленгас. Пеленгас-то, он-то вообще большая рыба. А повылавливали вот таким. Ну, пожарите, ну, просто вот, по отдельности каждую штучку вот такими вот кусочками. Манюсенькими, поскольку он был по 80, по 80 гривен был. Коля делал настойку, как она называется, водка на малине, потом смешиваешь его с сиропом. Это можно делать на всех фруктах, на всех ягодах. Вот так мы пробовали на клубнике, на смородине. Получается вкусно. И вот достал на сито, на дружлаг такой, выкинул это всё. И мы пробуем. И каждый, кто пробует, вкусно. Такая малинка сладкая, алкогольная. Наводит Коля чудо-напиток. Настойка получается вкусная. Мы такую пробовали делать из, я уже сказала, из малины, смородина, вишня. Что мы ещё делали? Мы делали с клубники, с вишней. И со смородиной. И со смородиной. А с малины, это же та осенняя, которая остатки, ну, ремонтантные, которая уже мороз. Она была не очень на вкус приятная. Ну, здесь она оказалась приятная. А здесь она просто шикарная. И вот думаем, куда девать эти ягоды. Коля говорит, нужно сделать торт. Сделать прослойку. Ну, пропитывают же там сиропами всякими, алкогольными, коньяком пропитывают торты. А мы сделаем прослойку такую. Ну, это всё шутки. Каждый ходит по малинке, по малинке сейчас. Готовимся к обеду. Оператив же доведом. На свет так, если смотреть, то, конечно, получается шикардосная. Ну, вкусная, сладенькая. Коля чуть-чуть её, конечно, взбультыхал там плавает. Нужно процедить. Прежде что процеживала, она ещё не устоялась. Классная на цвет настойка из малины. Выходной-выходным, конечно, это всё хорошо. Но я брала немного работы домой. Поэтому нужно её сделать. Вообще, у меня такой характер, что если я себе что-нибудь задумала, то я должна это сделать тяжело. Мне это легко или легко. Но как-то вот должна это всё дотянуть. Я уже как-то рассказывала в своих видео, что знакомые у меня очень часто желают на дни рождения всякие пожелания и говорят, надо уметь мечтать так, как ты это делаешь. Ну, они, конечно, с виду издалека это может показаться, что я сижу, просто мечтаю, села, кулачки зажала и сижу, мечтаю. Но, как оказывается, на практике я всё это понимаю, то мне приходится прилагать очень много усилий к моим мечтам. Ну и вот сейчас я тоже на пути к своей мечте. И сразу вспомнилась такая история. Будучи студенткой, мы с подругой решили пошить костюмы. Было тогда очень модно, стёганные вещи. Это было 18 лет назад. Тогда это было модно. У студентов денег было не очень много, поэтому, получив стипендию, она тогда у нас была небольшая, мы пошли в магазин с тканями. Посмотрели, и больше всего нам понравилась подкладочная ткань. И мы решили, что мы сами её простегаем и сделаем то, что нам надо. Мы решили пошить юбку и жилет. Ткани набрали, всё купили. Я пришла домой и понимаю, что её нужно на что-то стегать. А у меня нет синтепона или такого утеплителя. А должна была быть юбка и жилетка на утеплителе. А у меня же, как вы понимаете, уже всё горит. Я уже всё должна, всё шить так, как я придумала. А ещё день ждать, чтобы в это всё пойти купить до вечера, потом начинать шить, это очень долго. И я начала просить у мамы, дай мне чего-нибудь, на что можно простегать. Она мне дала небольшой кусок шерсти, я на него простегала. И в то время это был у меня очень хороший костюм. Для студенческих лет мне очень нравилось. Всё у меня с ним получилось. Но почему я вспомнила эту историю? Это то, что жилетку я эту сносила вот только недавно. Юбку как-то быстро сносила, попа выросла. И я её отправила во своясе, так сказать, отложили. И в дальнейшем выкинули. А вот жилетку спустя 18 лет, буквально месяц назад, я выкинула на работе. Да, последнее время я её носила только на работе. Она у меня была рабочая. Но тем не менее, я её относила 18 лет. И вот когда я выпорвала оттуда змейку, там была ещё такая хорошая змейка, я вспомнила, как мне это всё хотелось пошить. И какое было желание, что я стягала эту жилетку на шерсть. Вспомнились эти студенческие годы. И вспомнились, кстати, некоторые истории, которые я постараюсь рассказать при возможности. Нормальный банан. Влада делает коктейль молочный. У нас уже вечер. Я уже поужинали с Колей. У нас сегодня ужин такой поздний получился. Прямо ночной, я не знаю, как называется, ночной жор. Который просто мы поужинали. Что хотела рассказать. Доработали. Доработали из-за того, что прям уже тошнит. Тошнить начала от работы. Или от чего? Или от того, что голодные. Неизвестно, от чего он начала тошнить. Скорее всего, от работы. Вот, поужинали. И Влада садилась пить чай. И я предложила ей сделать молочный коктейль. У нас как раз были там такие свежие. Как бананы такого коричневого цвета уже. Ну, как раз такие есть никто не хочет. И они прекрасно подойдут для коктейля. Нет, можно и вот такие вот обычные использовать. Кстати, бананы я сегодня купила 70 гривен килограмм. И такие можно использовать. Но если есть такие завалявшиеся, то используем завалявшиеся. Все, это все? Кидай. Да. Все хочешь? Один из ингредиентов у нас... Ладно, на пол вообще-то сыпется аккуратно. Это мороженое. Пожалуйста, делай это над чашей. А я что делаю? О, хорошо, ты правильно отвечаешь. Один из ингредиентов коктейля это мороженое. Приблизительно нужно один стаканчик. Ну, это многовато, Влада. Я так смотрю. Приблизительно это один как стаканчик. Да, вот половину его отломаю. Ты можешь вот эту крышку снять? Вот. Как же удобнее. Это еще на кофе тебе сойдет. Так, мороженое. Банан. Три столовые ложки сахара. Это у меня рецепт на литр. Влада говорит, как я буду делать мороженое, чей коктейль этот? Я не знаю, как его делать. И мы ее вывели на чистую воду. Влад, меньше. Это ж и ванилин на кончике ножа. Да, где-то вот так. Чуть-чуть. И мы ее вывели на чистую воду. Она говорит, я знаю, как его делать и без вас. И как оказалось, все она знает. Просто обретворяется. Неправда. Неправда. Закрываю крышкой. Налила чуть-чуть молока для того, чтобы было с чем ему взбиваться. И запускаем блендер. И когда все взбилось, добавляем до литра молока. Вместе со всем у меня это получается полтора литра. Полтора литра это как раз, ну, не полтора литра молока. Полтора литра отметка вот на чашу у меня. Вместе с мороженым, вместе с бананами. Не совсем получается полтора литра, это шесть стаканов. Батарея стаканов. По старшинству это Владен, это уже наши. Молочные коктейли для хорошего сна. Кто делает коктейли, а кто и посуду моет. Коля сегодня у нас последний доел и помыл посуду. Мы сделали коктейль. Вот хочу рассказать о коктейле. Это очень хорошая дурилка для детей, которые не пьют молоко. Вот Влада вообще не молочный человек. С самого детства ни творог, ни коктейли. И вот чем удалось заменить, заставить как бы есть творог. Это в запеканках и в чизкейке. Молоко это вот в таком коктейле очень хорошая дурилка получилась. Ну, мы давно уже пьем такие коктейли. Нам вкусно, а ей тоже вкусно. И дурим как бы ее. Ну, у нас уже вечер. На этом буду с вами прощаться. Такое видео получилось сегодня. Всем желаю мира, добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok